Всё, поехали! Итак, добрый вечер всем! Сегодня у нас успешный старт в бизнесе. Попробуем ложиться с вами за 30 минут. И с вами буду я, Лилия Донскова. Я вас поздравляю с тем, что вы выбрали этот успешный бизнес. И будем обсуждать с вами 5 вопросов. Суть работы, варианты сотрудничества, ваши задачи, с чего начинать и как работать. Так, поехали! Смотрите, суть работы, она вообще идеально простая. Главное научиться раскручивать ваш филиал интернет-магазина, чтобы получать от этого доход. То есть научиться грамотно преподносить себя и свой филиал. Два варианта сотрудничества. Вы можете просто быть потребителем со скидкой, получать качественный продукт, по хорошим акциям, по выгодным предложениям. А можно строить бизнес, то есть быть активным партнёром. Приветствую всех, кто присоединился. Что значит быть активным партнёром? Это принимать помощь лидеров, обучаться, выходить на доход от 30 тысяч рублей за 6-8 месяцев, то есть брать хороший темп. И постоянная активность, то есть личный товарооборот от 50 баллов. Он в принципе может начинаться с любой цифры, но важно фокус держать на том, чтобы переходить в Премьер-клуб. Это иметь собственный заказ от 150 баллов. Потому что это очень важно. Для всех партнёров, кто хочет зарабатывать деньги, обязательное условие – загрузить свой скрин паспорта. Кто это сделал, поставьте плюсики, кто ещё не сделал, минусы. Почему это важно? Если вы не загрузили скрин, то вам просто-напросто не будут переводиться деньги. То есть они будут начисляться, они будут лежать в личном кабинете. Но размещая заказ, когда вы будете размещать заказ, суммы не будут списываться с товарного поля. То есть они будут там копиться до момента, пока вы не разместите скрин своего паспорта. Всё очень просто. Как это сделать? Всё просто. Нужно зайти в личный кабинет, нажать на кнопочку «Заказы». Откроется сбоку панель. Нужно выбрать «Управление моими документами». И вот здесь вот на кнопочку «Выбрать» нажимаете и загружаете две фотографии. Первая – это разворот паспорта, где вы, ваша фотография. Вторая – с местом прописки. Всё. Нажимаете вот эту кнопку «Сохранить». Больше ничего не нужно делать. Обработка идёт где-то день, два или три. То есть примерно в зависимости от того, как загружен сайт. Следующая ваша задача – это пройти обучение, нашу бизнес-школу, понять все, как говорится, заложить фундамент понимания, что здесь происходит. Дальше нужно будет учиться на вебинарах, потому что в одну школу запихнуть абсолютно всё обучение невозможно. Вы выберете направление, которое вам нравится, и будете посещать те вебинары, которые соответствуют вашему направлению. То есть, например, если вы хотите работать в Инстаграм, то какой смысл вам ходить на обучение по контакту или по одноклассникам? Или наоборот, выбрали одно, а ходите на другое. Я считаю, в этом нет никакого смысла. Лучше один метод изучить, но досконально, потому что в одном методе, например, в одноклассниках, там столько нюансов, столько подводных есть приключений, как и камней, которые нужно знать. Смысл раскидывать свою энергию. Знаете, как говорят, мартышкин труд. Там чуть-чуть поработали, там чуть-чуть, тут ничего не поняли, тут не поняли, да, и в результате всё бросили. Поэтому нужно бить в одну точку. Следуйте за спонсором. Каким методом работает спонсор, к нему приклеиться нужно и этим методом работать. Всё, других вариантов я не вижу. Следующее, что вам нужно будет сделать, это личное потребление или просто помыть 5-6 знакомых. С этим справимся? Это работает очень просто. Мы берём для себя и показываем каталоги своим близким. Методов, как собрать заказ на 150 баллов, масса. Тоже вам в помощь канал YouTube. И опыт наших партнёров. Очень многие даже уже проводят вебинары, прям буквально новичок Виолетта уже рассказала все свои фишечки, как она это сделала легко. Поэтому можно посмотреть в записи её вебинар, перенять её методы, если они нравятся, подходят, и воспользоваться ими. Следующий, да, третий пункт, это самое главное, это научиться приглашать людей в свою команду. И не просто людей, да, а научиться подбирать себе команду партнёров, то есть людей, которые заинтересованы в развитии, заинтересованы в том, чтобы бизнес шёл, как говорится, кипел, чтобы деньги за это шли. Я привожу всегда пример. Просто люди часто расстраиваются, что набирают команду вроде бы, а есть люди, которые не отвечают, игнорируют и так далее. Я привожу пример. Зайдите в любой офис, где работают примерно 10 человек. Этого достаточно для того, чтобы сделать уже выводы. И постойте, просто понаблюдайте, как они работают. Вот поверьте мне, что вы увидите такую картину. Там три человека будут делать вид, что работают. То есть, да, у них будет скучное лицо, они будут иногда смотреть на часы, то есть ждут, когда закончится рабочий день. Ещё несколько человек что-то пытаются делать, но без энтузиазма. И только один, а может быть два, один-два человека действительно работают с энтузиазмом. У них говорят глаза, они энергичные, отвечают на вопросы, задают вопросы, бегут к начальнику. То есть, они очень эмоциональные и энергичные. Согласны со мной? То есть, это так. Зайдите в трамвай, посмотрите на лица людей, на какие они, много ли там людей, которые действительно смогут построить бизнес. Или если к вам в команду записался человек, у которого нет компьютера, нет телефона нормального, он сможет здесь строить бизнес? Скорее всего, нет. Поэтому, ребят, очень важно не просто набрать команду, а очень важно ещё подбирать себе персонал, учиться это делать грамотно и с полной отдачей. То, что вы, как говорится, вы должны понимать, что люди не все будут сотрудниками качественными. Смотрите, у нас есть такой сайт, обучающий успешный старт. Его нужно просто изучить от корки до корки, сохранить себе все ссылки, пароли, чтобы в любой момент зайти и подглядывать. Потому что, когда вы, например, пройдёте урок, там, 6, как регистрировать новичка, вы посмотрели и тут же забыли. И вот он пришёл в новичок, первая заявка, и вы тут же, ого, а как регистрировать? Вы просто зайдёте в этот урок и посмотрите, что и как там делать. У нас ежедневно проходит общение в чатах, личное общение с наставниками, вебинары в 9 и в 20 часов. Это по закону у нас проходят семинары. И иногда бывают дополнительные, вы просто следите за расписанием, и вы можете присутствовать на любых абсолютно бесплатно и брать все знания от спикеров, которые они дают. Задавайте больше вопросов, уникайте, и, да, будет у вас всё лучше и лучше получаться. Немножечко о личном потреблении. Вы знаете, когда я первый раз услышала о том, что нужно сделать 150 баллов, я подумала, что это нереально. Но на самом деле, если посмотреть на людей, то всего лишь 3% населения действительно любят заниматься продажами. Как же вот этот баланс соблюсти, чтобы не стать продавцом, не бегать с клетчатой сумкой, и в то же время иметь свой товарооборот. Как вы думаете, как? Ну, первую очередь, первое, самое важное, это лично самим стать своим лучшим клиентом. То есть, если у вас есть свой интернет-магазин с шикарной шведской продукцией, а вы до сих пор что-то иногда допокупаете в другом магазине, значит, вы ещё не 100% потребитель. То есть, полностью на 100% перейти в свой интернет-магазин. Следующее, просто, да, полюбить эту продукцию, изучить её, и тогда у вас будет вот так вот всё получаться. То есть, вы будете легко общаться с близкими, рассказывая, давая им попробовать свою продукцию, и рассказывая о своих результатах. Потому что самое лучшее предложение продукта, это когда вы рассказываете эмоционально своё, то, что вы пережили. Согласны? Поставьте в чате плюсики, если согласны. Вот. То есть, просто изучите, знаете, все акции, какие есть. И вот вам маленький пример. Вот смотрите. У нас действует акция для новичков, что при заказе на 1000 рублей вы получаете в подарок регистрационную плату, которая составляет 149 рублей, и бесплатная доставка до пункта выдачи заказа. То есть, эта экономия порядка 250-300 рублей составляет. У кого-то и больше. То есть, я вот набросала примерный список, то, что чем пользуются абсолютно все люди, без чего просто жить невозможно. Знаете, некоторые не красят губы, не красят ресницы тушью, стрелки не подводят. Но моются и чистят зубы абсолютно все. Ну и в основном все мужчины бреются. То есть, вот этот небольшой список, посмотрите, по ценам каталога 1069 рублей составляет. Для вас со скидкой будет всего 855 рублей. То есть, помните, что новичок, размещая заказ, скидку 20% имеет сразу. Вот это очень важно. Далее. Для новичков у нас есть специальная программа поддержки, которую разработала компания Reflame. Она состоит из 4 шагов. То есть, вы, размещая заказы в течение 21 дня на 100 баллов, это примерно 4-4,5 тысячи рублей уже по льготным ценам. Вы получаете возможность приобретать каждый из наборов, которые достаточно дорогие всего, за 199 рублей. То есть, суммарно для вас на номере зарезервирована продукция более чем на 13 тысяч рублей. По-моему, здесь 13500 получается. То есть, вы ее можете забрать или оставить компанией. То есть, выбирайте сами. Если вы активируете личный кабинет любым заказом абсолютно, то есть, вы можете взять хотя бы кусок мыла, это считается активационный заказ, то вы продлеваете срок действия своего личного кабинета на 1 год. Я ответила на вопрос, да, Валь? Я правильно поняла, что ты это спросила? То есть, следующий шаг. Нужно научиться приглашать людей в команду. Мы это называем таким словом рекрутинг или рекрутирование. Что мы предлагаем людям? Друзья, ну, это, наверное, самое важное сейчас, что есть на... как бы из возможностей, которые люди ищут. Это свободный, удобный график работы. То есть, да, такой вот, который человек подстраивает под себя. Дома или в дороге, где угодно, за границей, на отдыхе, человек работает в комфортной обстановке. Согласитесь, что это очень круто, когда мы можем принадлежать себе и не зависеть от работы дателя. То есть, мы размещаем рекламу возможностей. Но в первую очередь, вам нужно будет научиться рекламировать себя. То есть, себя показывать как бренд. Это несложно, это сложно, несложно. Да, я могу сказать, что этому можно научиться. И стать брендом и интересной личностью можно стать достаточно быстро, если правильно использовать рекомендации, которые мы даем. Самый главный вопрос, который мне чаще всего задают, а когда же я получу первую зарплату? Друзья, у нас нет такого понятия, как зарплата. У нас есть понятие доход. Поэтому доход вы получаете уже по мере того, как выстраиваете товаропроводящую сеть. И ответ, да, такой вот простой. Если вы хотите постранять, да, постранять, корректировать фигуру, то вы же понимаете, что для этого нужно будет вложить время. Время, да, человек не может сбросить сразу 40 килограмм. На это нужно время. То есть, пересмотреть свое питание, там, заняться спортом, пить больше воды. И тогда пойдет потихонечку результат. Согласны? Вот, если вы хотите добиться чего-то, то нужно просто каждый день действовать. Привет всем, кто еще пришел. Первая ступенька, к которой все стремятся, это директор. Да, потому что это нормальная потребность человека, выйти на этот уровень. Потому что на этом уровне у вас уже будет достаточно такой приятный доход, примерно 30 тысяч рублей в месяц. Согласитесь, что многие люди на основной работе своей зарабатывают меньше. Кто-то больше, но тратит на это больше времени и нервов. Я бы так сказала. То есть, как происходит процесс роста. Он идет постепенно. Я не говорю, что нельзя сразу выйти на этот уровень за первый же месяц работы. Почему нет? Можно. Такие примеры есть. У нас есть примеры, когда люди за неделю выходят на такой уровень товарооборота и, соответственно, дохода. Да, мы предлагаем делать рост постепенный, а вы выбираете, как вам удобно. То есть, мы показываем, что даже если вы организуете маленький товарооборот, всего 150 баллов, это примерно 4500 рублей, то вы уже заработаете первую денежку. Она небольшая, но она уже будет. То есть, по мере того, как растет товарооборот, вы можете посмотреть по этому слайду, растет процентный уровень, то есть, от 3 до 22%. То есть, каждый раз, перешагивая одну из ступенек, поднимаясь на новый уровень, вы получаете новый доход. И к этому уровню вы приходите тогда, когда организуете товарооборот, примерно от 200 тысяч. То есть, это может быть 200-230 тысяч. В зависимости от того, на что нацелена ваша команда. Потому что зависит от продуктов. То есть, привязка идет все-таки к баллам. Потому что баллы могут быть одни, а стоимость чуть-чуть другая. Далее. Далее. Как происходит рост? После того, как закрывается звание директор. То есть, вы можете параллельно закрывать несколько званий. Или одно за другим. То есть, после директора идет звание старший директор. Доход уже 50 тысяч в месяц. Потом золотой директор – 75 доход. Старший золотой – 100 тысяч. Сапфировый – 100-140. Бриллиантовый – от 200 и выше. То есть, идет по нарастающей. И, конечно, мы рекомендуем поставить цель – это стать бриллиантовым директором. Потому что это очень крутой уровень жизни уже начинается. Шесть групп. То есть, нужно помочь шестерым людям стать директорами. То есть, поднять людей вот на этот уровень дохода. То есть, взять шесть друзей. Или родственников. Или людей из интернета. И помочь им выйти вот на эту ступеньку дохода. Как вы думаете, это сложно или нет? Как вы думаете, это реально или нереально? Вы знаете, у меня есть такое мнение, что реально то, что мы себе можем позволить. И если вы себе скажете, да, я найду шесть человек, которым нужны деньги, которые хотят изменить свою жизнь, поднять качество своей жизни, которые хотят быть свободными, не ходить больше на работу, которые хотят видеть, как растут их дети, которые хотят быть успешными мамами, развивающимися, быть интересными, то, конечно же, у вас это получится. Любой уровень может быть реальным, как только вы себе это позволите. Вот так выглядит карьерная лестница. Сейчас вы видите ее от начала до конца, от уровня новичок и до самого высокого звания. Так вот, смотрите, вот чтобы перейти сюда, вот на уровень директор, вам достаточно просто организовать товарооборот от 200 тысяч рублей, то есть 7500 баллов. А вот чтобы дальше двигаться по ступенькам, то только помогая другим людям становиться директорами. То есть чем больше директоров в вашей команде, тем выше вы поднимаетесь в карьерной лестнице. Здесь все понятно, поставьте пятерочки, если понятно. Если непонятно, вопросы задавайте. Вот еще очень интересная ситуация, обычно бывает, что всегда нужно пройти какие-то стадии. И вот чтобы дойти до директора, мы всегда говорим, что это процесс обучения. То есть пока вы станете директором, все это время вы будете учиться, вы как студент. Первое время вам будет сложно, у вас, может быть, не будет получаться с регистрациями. Нужно этот период просто пережить и продолжать, продолжать действовать, изучать методы и делать нормы, те, которые нужно делать. Следующий этап у вас начнет получаться регистрировать, но может быть такое, что они не будут пользоваться, записываются, но не делают заказы. Следующий этап у вас будет регистрация, люди начнут пользоваться, поймут, что здесь классно, и у них не будет получаться рекрутировать. То есть они выйдут на первый уровень, что у меня никто не хочет регистрироваться. Они вам будут говорить, у меня никто не регистрируется, что делать, наверное, это не мое. То есть будьте готовы, что этот процесс, он как бы у всех вот такой вот получается. Но у кого-то быстрее он проходит, а у кого-то бывает, что сразу идут регистрации, нет затыков никаких. И следующий этап, что у вас будет регистрация, люди пользуются, и у них тоже получается регистрировать, их люди пользуются и тоже регистрируют. То есть вы запускаете вот этот процесс, как говорится, постепенно, у каждого своя скорость. Самое главное – продолжать делать, не бросать. Первое, с чего нужно начать, это поставить цель. То есть вообще понять, зачем вам этот бизнес. Просто ответьте себе на простой вопрос, что изменится в моей жизни, если я начну зарабатывать от 30 тысяч рублей ежемесячно. При этом у меня будет свободное время, у меня будет команда позитивных единомышленников. Я развиваюсь, я обучаюсь, расширяется мое сознание. Ребят, что изменится в вашей жизни? Вот это нужно просто сесть на листочки и по-честному самому с собой сесть и расписать. Потому что когда я для себя увидела, что изменится в моей жизни, у меня как будто бы отключились тормоза, вот эти все страхи, стереотипы, переживания. Они стали прозрачными, они перестали мне мешать и перестали меня тормозить. Вот это нужно делать на листочке. Знаете, чем отличается успешный человек от неуспешного? Успешные все пишут на бумаге. То есть у них все прописано, все планы, мечты, хочушки. Они пишут все, расходы, доходы. То есть эти люди четко ведут все свои события, которые они хотят, да, или которые происходят на бумаге. Поэтому пишите все. Если вам спонсор говорит, нужно написать, открывайте тетрадку и пишите сразу, не откладывайте на завтра на утро или на понедельник, потому что завтра не существует. Есть только сегодня. Есть только здесь и сейчас. То есть вот это нужно сделать, определиться, для чего вам это. Естественно, что по мере того, как вы будете меняться вот здесь, то есть от книг, от вебинаров, от развития, вы будете меняться, у вас будут меняться мечты. И если сейчас, например, у вас цель стоит какая-то, да, маленькая, то есть выйти на доход хотя бы 5 тысяч, то поверьте мне, через полгода вы будете так, что такое 30 тысяч, о чем вы говорите, мне 200 нужно. То есть да, у вас будет меняться желание, поэтому их нужно будет постоянно корректировать. Если у вас цели нет, роста не будет. Это простая формула. То есть поэтому первое, на первом месте мы ставим постановка целя. Для чего мне это нужно? Для этого хороший помощник является такой метод, как сесть и написать 100 желаний. Если у вас нет желаний, то есть вы начали писать и чувствуете, что никак не идёт. К детям подойдите. Дети у всех есть? Если у кого нет, да, заведите детей. К кошке подойдите, к мужу, к маме. Когда полазите, походите по магазинам, поездите. Задайте вопрос своим близким, а что они хотят? О чём они мечтают? Какое у них видение вообще в жизни? Составьте карту желаний. То есть это должно быть вы из вырезанных картинок или нарисованных. Что такое карта желаний? Сейчас вам покажу свою карту. Вот она у меня висит всегда перед глазами. То есть у меня здесь всё. Мои наши дома, путешествия, там деньги, карьерная лестница, эфелевая башня, да, шопинг. То есть вот эта вот карта большая, я её сделала просто на лестнице. Лестница успеха, да, приобрела в компании Лестница успеха и просто на неё наклеила картинки, расписала, где какой уровень. То есть вы можете это сделать на куски обоев, да, взять обои или перевернуть, или если они не слишком там яркие, то просто на этой стороне, на любом ватмановском листе. То есть если у вас нет ватмана, то возьмите просто вот, что у вас дома есть, может, афиша какая-то или ещё что-то. Вот эту карту мечты, её нужно сделать. Я сейчас, кстати, собираюсь сделать новую, потому что здесь практически всё уже исполнилось, и цели поменялись уже, и желания новые появились. Я уже подобрала кучу картинок и журналов, да, вот просто надо выбрать теперь день, выходной какой-то сесть и сделать карту. Далее, вам нужно посмотреть фильм «Секрет». Для чего это нужно? Для того, чтобы укрепить свою веру, то, что всё возможно, то, что Вселенная безгранична, и в ней для вас есть всё. Понимаете? Вот этот фильм надо посмотреть, мой прям любимейший фильм. Потом, следующий шаг, в 90 дней не нужно делать никаких выводов. Вот получается, не получается, там не надо себя казнить, сравнивать с кем-то, просто нужно, знаете, вот как говорится, вода камень точит. Просто делайте, делайте, делайте. Если вы что-то делаете, у вас не получается, то спросите у спонсора, я что, что-то не так делаю? Пусть спонсор проверит, как вы отвечаете, что вы пишете, где вы пишете, сколько вы пишете. То есть, вам нужен результат. Помните, вы устроились не на работу. Кто это понимает, что вы не на работе? Вы сейчас вошли в бизнес. Сейчас, на секунду сброшу. Вы вошли в бизнес-систему, и вам сейчас нужно просто-напросто понимать, что спонсор это человек, который просто обладает большим опытом и знаниями. И вам просто нужно от него взять все, что он может вам дать. Не делайте выводов, просто делайте. Спонсор вам поможет определить краткосрочную цель, то есть, на ближайший каталог. Вы со спонсором обсуждаете, ну что, какую возьмем высоту, на 6%, на 3% или на 9% сразу замахнемся. Или мы будем, как Валентин у нас говорит, агрессивные цели, да? Ставим агрессивные... Сейчас включу эти. Так, вы готовы продолжать? Раз, раз, раз. Раз, раз. Все, я появилась. Поставьте плюсики. Есть? Дайте обратную связь, что вы меня видите, слышите. Есть, отлично. Так, двигаемся дальше. То есть, поставьте со спонсором вот эти цели, он вам поможет определиться и наметить план, что нужно делать. Далее, нужно приглашать кандидата в команду. Ребят, вот знаете, вот это очень важно, нужно приглашать в бизнес, а не на работу. То есть, сразу объясняйте человеку, что он не получит зарплаты через месяц. Он, конечно, может ее получить, если за месяц делает товарооборот, да, приличный, например, 100 тысяч, значит, он уже 10 получит. Сделает 200 тысяч, он получит 25. Сделает миллион, получит 100 тысяч. То есть, пожалуйста, если человек хочет, пусть делает. Следующее, учитесь развивать себя как личность, как бренд. Читайте, слушайте, говорите, пишите свои мысли. Выбирайте себе партнеров. То есть, да, выбирайте партнеров. Если вам человек не нравится, не надо его брать. Вы смотрите, человек неадекватен, не берите, вы намучаетесь с ним потом. Выбирайте себе партнеров. То есть, пропишите свою целевую аудиторию, каких вы хотите видеть партнеров. Какие они должны быть, какими качествами обладать. Следующее, никогда не уговаривайте людей. Вы знаете, сколько раз такое было, чем я дольше человека уговариваю, тем хуже он потом работает. То есть, он вообще потом никак не работает. Не принимайте решения за других. То есть, если вы думаете, что, например, этому человеку, она классная, но ей это не надо, у нее так все хорошо, она богатая, у нее свой бизнес. Неправда. Вот именно вот этим людям, у которых есть свой бизнес, у которых уже вот такое мышление, да, огромное, им надо предлагать, потому что они уже умеют делать бизнес, у них есть опыт, навыки, но у них там нет признания. Такого уровня признания, как есть в Арифлейм, и уровень развития дальнейшего ни в одном бизнесе нет. Далее, из количества получаем качество. То есть, помните, да, что в начале, естественно, все равно мы берем всех, мы радуемся любой регистрацией, но помните, что из большого количества переходит качество, а со временем вы научитесь сразу выбирать партнеров, чтобы тратить время на тех, кто действительно даст хорошую отдачу. Договорились? Понятно объясняю? Да, есть два варианта, да, или лечь, расплакаться и сказать, это все не мое, хнык-хнык, да, у меня ничего не получается, или просто найти выход, найти выход, думать, действовать, продолжать развиваться, даже если не получается, все равно делать, потому что, потому что все получится. Ой, с кем это Валя так здоровается, с Леной? Лена тут уже с самого начала, кстати. Научитесь отвечать на возражения, это очень важно, то есть, да, мы это говорим, называем, одеть бронежилет, прочитайте книгу Бухтиярова, прям наизусть ее выучите, мастер работы с возражениями, шикарная книга, шикарная книга просто, почему люди возражают? Первое, мое любимое, это им не хватает информации, но они не могут так, просто сесть и сказать там, Валь, ну расскажи мне вот нормально, что надо делать, мне очень интересно, но я ничего не понимаю. Они не могут так спросить, они стесняются показаться глупыми, и они завуалированно задают вопросы, типа там, ой, да у вас дорого, да все уже в Арифлее, или там, что-то, это не мое. Так, хватит переписываться, там вы меня отвлекаете. И следующее, да, человек не имеет верной информации, то есть он слышал звон, не знает где он, и он что-то пишет, да, какую-то фигню, а сам не понимает, что он пишет, поэтому полюбите возражения, если они есть, значит все круто, все у вас очень хорошо идет. Запрет, на что у нас запрет? Некачественный фотоконтент, то есть если у вас фиговые фото, фотки мутные, размазанные, или вообще какие-то все однотипные, или вы в одном платье, на всех фотографиях 33 года, то это не пойдет. То есть учитесь делать классные фотки. Я сегодня прородила по улице, искала, чтобы сфотографировать, где, как, но это на самом деле очень интересно, увлекательно. Запрещены перепосты с групп, с акций каких-нибудь, или с других страниц, потому что да, вы являетесь как компасом, то есть вы сделали перепост, вы человека отправили в ту группу, или к тому человеку, с кого вы репостите. Запрещены негативные высказания. Вообще станьте позитивным человеком на 100%. Все время улыбайтесь, угорайте, во всем ищите позитив, смейтесь над собой, смейтесь над событиями. То есть да, вообще просто кайфуйте от жизни. Как выяснить, человек партнер или не партнер? А вот знаете, сразу видно, он во-первых позитивный, он ответственный, вы ему дали задание, он его тут же выполняет, задает много вопросов, то есть он прям вот, прям заваливает вопросами и в чате не стесняется, и в личку, в чате просто активен. Поздравляют, и он поздравляет, здоровается, и он здоровается. То есть да, он сразу, видно, что он входит в коллектив, он учится, он учится, самостоятельно ищет в ютубе, в гугле информацию, то есть он прежде, чем вас спросить, что-то, он залезет в гугл и сначала там пороется, залезет на ютуб, там пороется, и если он не найдет, он уже потом только спрашивает, Валь, ну расскажи, Лена, расскажи, я все перерыл, не могу найти ответ на этот вопрос. То есть он такой проактивный, самостоятельный, и он ставит себе цели, то есть он говорит, нет, я сегодня планировала пройти урок, я пока его не пройду, я спать не лягу, или я сегодня поставила себе цель раздать каталоги, разослать, например, 10 электронных, я пока не разошлю, пока не попереписываюсь, не утеплюсь со всеми, я спать не лягу, то есть да, вот такой вот амбициозный человек, его сразу видно. Смотрите, какая стратегия роста, вот в первый каталог работы, вам нужно себе поставить цель найти 6-8 партнеров. Ребят, реально? Вообще, реально или нет? Света, я тебя обожаю. Скажите, вот реально, кто-то скажет, нет, нереально, на самом деле, это немного, в неделю по 2 человека нужно искать, в неделю 2 человека порыться среди своих знакомых, покопаться, вспомнить одноклассников, одногруппников, и вам не нужно с ними работать, вам нужно что делать? Вам нужно их соединить со спонсором, пусть он пашет, работает, первое время вам вырастить ваше дерево помогает спонсор. Далее, второй каталог, у вас уже будет 16 партнеров, почему? Вы приглашаете, ваши партнеры начинают приглашать, увеличение, вы делаете то же самое, в неделю 2 находите кандидата, ваши партнеры учатся и делают, кто-то из них начинает повторять действия, дублицировать. Третий каталог, найти еще 32 партнера, все вместе, общими усилиями, реально это сделать? И четвертый период, 64 партнера, посчитайте, сколько у вас за это время сформируется, какая команда, вот отсюда, просто сложите, начнете вы один, продолжать будете уже с командой, закончите с огромной командой, у вас здесь уже будет директорская команда. Ребят, но факт, нам не платят за перепись населения, просто за регистрации мы деньги не получаем, согласны? Вы должны понимать, мы получаем деньги за качественно обученных партнеров, то есть, ребят, партнер, который понимает суть бизнеса, который въехал вообще в эту тему, понимает, какие перспективы, этот партнер вам не будет говорить, ой, я не могу заказ набрать там на 3 балла, он даже вообще с ним разговаривать, а продукции не придется. Правильно обученный человек, качественный, он вот этот вот товарооборот личный, он легко сделает, потому что у него фокус на бизнес, а кто правильный фокус расставляет, у того вот эта вся мелочевка, она автоматом происходит. Если же у человека фокус смещен на продукцию, наоборот, на товарооборот, на личный заказ, он парится, он переживает, у него не получается собирать заказы, представляете, какая печалька. Поэтому учите людей бизнесу, раскрывайте суть, показывайте перспективы, скидывайте больше истории успеха, знакомьте ваших новичков, с кем? С самыми активными в команде, знакомьте их с конкурентами, не с конкурентами, как называется, с партнерами, которые в других ветках. Я обожаю, вы знаете, я со своим спонсором общаюсь раз, может, там в три месяца, случайно встретимся, ну, пару фраз перекинемся, поболтаем, обнимемся, я его очень не уважаю, ценю за то, что он меня научил, направил. Ребят, ну, меня вдохновляет Надя Санникова, Яна Бельская, Кокушова, Родионова, Томила Полежаева, ее нет, но я ее видео, когда посмотрю, даже трехминутное, она меня включает, как батарейку, просто, понимаете? То есть найдите себе людей, которые вас вдохновляют, и знакомьтесь с ними, своих тоже партнеров, дублицируйте действия спонсора. То есть что делает спонсор? Смотрите, делайте то же самое. Все просто. Здесь все понятно, поставьте плюсики. Правило построения команды очень важно. Смотрите, первое правило, что вам не написало, родственников, которым мы можем передать по наследству, номер зарегистрируется только в первый уровень. Прям запишите себе, черным по белому, только в первый уровень. Вы маму свою куда будете записывать? Под Аню? Маму. Вот, например, это вы маму свою куда будете регистрировать? Сюда? Или вот сюда новую веточку заведете? Первый вариант под Аню, второй под себя в первый уровень. Ну-ка, отвечайте. Быстро. Буду сразу проверять. Первый под Аню, да, в глубину, то есть чтобы ветку продолжить. Второй вариант под себя в первый уровень. Куда регистрируем маму? Под Аню. Второй вариант. Правильно, второй вариант. Почему? Потому что маме вы можете передать по наследству. Дочку свою. Вы куда будете регистрировать? Под Юлю или себе в первый уровень? Или сюда? Дочку? Мужа? Кого угодно? То есть люди, которым мы передаем, победила, победил, победитель. То есть обязательно только в первый уровень. Только в первый. Потому что если вы запишите под Юлю, вот сюда свою маму или дочку, то вам придется пройти такую процедуру длительную. То есть писать заявление будет Юля, дочка и вы, чтобы вашу дочку перевели под вас. То есть вы потеряете время, кучу времени на это потратите, и в результате дочку переведут сюда. Потому что по уставу компании родственники, которые могут быть прямыми наследниками, должны быть зарегистрированы только под вас. Это бабушки, дедушки, мамы, папы, родители, дочки, внучки и так далее. Кошку можно регистрировать под Юлю. Она не прямая наследница. Далее, чтобы был быстрый рост у всех, мы делаем регистрации вертикальные. Как мы делаем? Нашли первого партнера? Всех сразу в первый уровень. Вот я тебе так скажу, только в первый уровень, по-другому никак нельзя. Нашли первого партнера, например, давайте вот это все сотрем, чтобы не мешалось. Нашли Лену, зарегистрировали под себя, в первый уровень. Нашли Олю, заходите к себе в личный кабинет, но указываете номер консультанта, под кого вы регистрируете, Ленин, и Оля окажется здесь, а вы будете приглашающим спонсором. Свет, вот смотри, можно друг под друга, то есть если это родственники, например, ты зарегистрируешь маму, под маму дочку, или дочку записала, например, Таня, это твоя дочка, да, дочь. Потом ты говоришь, мама захотела, мама, мама Маша, мы ее отсюда записываем. Папа говорит, и я хочу, можно папу под маму. То есть в принципе, тут можно, потому что все прямые наследники. Понятно, да? Объяснила? Вот, дальше. Что это дает? Мы записали под Лену Олю, то есть вы Олю нашли, Лена ее до этого не знала, но вы ее все равно записали вот сюда. Что это дает вам? Ваша ветка растет быстро, Лена чувствует поддержку, Оля как бы едет все равно, где она записана, потому что она все равно в вашей команде. А вы деньги получаете со всей абсолютно глубины, ничего не теряете. Далее. Идет стабильность, команда сильнее, все видят, как растет группа, как растет товарооборот. И я думаю, вы это все, все практически, да, здесь извалены команды, вы все это ощутили на себе, как быстро. То есть вы не успели зарегистрироваться, вы хоп, вы уже менеджер. Что произошло? Вы еще школу не прошли, а вы уже такой результат имеете. Почему? Потому что идет мощная командная работа, все в команде, друг друга поддерживают, все заинтересованы в том, что был результат у каждого. И это мое любимое, что есть в сетевом маркетинге. То, что здесь идет забота, друг о друге, поддержка, помощь, взаимовыручка. Что дальше? С уровня 9-12% я не знаю, куда точно. Вы знаете, если вы сейчас на 9%, но при этом вы первый каталог в проекте, то есть вы еще ничего не знаете, личных регистраций у вас одна-две, то однозначно вы пока не начинаете вторую ветку. Вы делаете только одну ветку, пока в ней не появятся два ключевых партнера. Еще раз, два-три ключевых. То есть если вот этот человек неактивный, этот неактивный, неактивный, и вот тут только нашелся, вау, Эврика, активный партнер, то есть тот, о котором мы говорили, то есть он уже регистрирует, он изучает, он задает вопросы, он ставит цели, он амбициозен, его все это заводит. Да, вы чувствуете, что он взял на себя ответственность. Это первый ключевой. Вот их должно быть минимум два ветки, только после этого вы начинаете ветку номер два. Уже самостоятельно. Первую строят все-все-все спонсоры, помогают. Вторую, вы будете сами, и в ней уже искать партнеров, с кем вы будете вот эту тусовку организовывать. Тут понятно все? Что в результате будет? Очень быстрый карьерный рост. То есть вот такими методами, если все включаются, никто не, знаете, как это называется, халтурит. То есть, о, хорошо, спонсор под меня регистрирует, а я посижу, посмотрю, как он это делает. То есть если все работают, вот представьте, с какой скоростью будет строиться ветка. Например, 10 человек, а все рекрутируют. Например, там, в 3 дня одна регистрация у каждого. То есть, договорились, что в неделю две регистрации. Вот представьте, что если 10 человек в неделю сделают по две регистрации, то у вас ветка за неделю вырастет на 20 человек, а за каталог на 60. Представьте, что если каждый понимает суть и каждый включается в этот процесс, какая прет динамика. Сейчас у вас в команде рекрутируют не все. Кто-то не умеет, кого-то не хватает времени, у кого-то пока нет опыта, кто-то только пришел, кто-то, да, работает над собой. Поэтому рост идет не такой быстрый. Но представьте, если вы начнете все вкалывать, какая будет динамика. Просто бешеная. Далее. Что вы получите? Вот представьте, что через полгода, вот начинайте отсчет сегодня. Начался октябрь. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. В марте, в марте, уже в марте, всего за 6 месяцев. Вы, представьте, вот уже прям после Нового года, в начале весны вы откроете звание директора. Представьте, что вы уже начнете, вы будете уже ИП получать на счет 30 тысяч и больше. Получите премию через еще, да, 8 каталогов, подтвердите результат. Через полгода вы получаете премию 1000 долларов. Вы можете участвовать в автопрограмме, то есть вы автобонус получите 70 тысяч. Круто! Представляете, вы можете взять или Шкоду, или Киа, какую хотите машину. Обалдеть! и приглашение на банкет директоров. Так вас еще напечатают в журнале Мир Арифлейм, поздравят на нескольких встречах, пока вы до банкета доедете, вы 5 букетов домой притащите и чеки. То есть это у нас такая начнется движуха в жизни. Просто сядьте и представьте, вы этого точно хотите? Вот честно скажите себе, вы хотите? Если да, то, ребят, просто начинайте пахать. Рекрутинг, рекрутинг решает все вопросы. Абсолютно все. Но учитесь, не получается, продолжайте учиться. Потому что даже медведи на прыгалке прыгают и ходят по натянутой тоненькой веревочке и на мячиках ходят слоны. Так что все возможно, было бы желание. Смотрите, как работает система. Мы с вами подошли к концу. То есть первое, регистрация, активация кабинета, ищем новых партнеров, строим свою структуру, все выполняют наши действия, растем по лестнице успеха, становимся успешными, исполняем мечты. Просто, просто как в сказке, да? Главное начать и продолжать делать. О чем мы сегодня с вами узнали? Суть работы, варианты сотрудничества, какие задачи перед вами стоят, с чего начать и как работать. Скажите, у вас вопросы есть? Дайте обратно связь, что было полезное, что отложилось, может быть, где-то что-то допоняли, наконец-то, да? Все просто. На самом деле, бизнес создали вообще просто домохозяйки. Если вы не знаете историю, откуда зародился сетевой маркетинг, то она настолько простая. Пока вы пишете вопросы, я вам ее расскажу. Одна домохозяйка пошла в магазин. Ей понадобился стиральный порошок. Она зашла и хотела купить тот, который покупала всегда, к которому она привыкла. Но тот вдруг она увидела на полочке незнакомую пачку. Ее заинтересовала и цена невысокая, и так написано все хорошо. Дай-ка я возьму этот порошок. Она взяла этот порошок, пришла домой, постирала. Ба, да он лучше, чем тот, который я всегда брала. Домой-то еще и дороже, а этот дешевле. Она позвонила своей подружке, рассказала одной, второй, третий. И тут вдруг в магазин повалили люди, женщины, и стали именно спрашивать, вот у вас есть такой порошок, да, вот дайте мне его. Они стали спрашивать, откуда вы узнали? А мне подруга рассказала, а вы можете нам дать ее контактный телефон? То есть, да, они позвонили ей, пообщались, узнали, как она это сделала, и они поняли, что вот эти рекомендации приводят к ним больше людей, чем с рекламы. Представляете? И вот отсюда зародился сетевой маркетинг, то есть, придумали систему вознаграждения за рекомендации. А я поздравляю Виолу, Виолетту, красотку, чудесную, вообще просто девушку, чудесной красоты, прекрасная мама, позитивчик, как я люблю смотреть твои фотографии, обожаю твой аккаунт, потому что с него всегда солнечные фотографии смотрят на меня, солнечные лица. И я тебе желаю, чтобы этот результат был самым маленьким, и чтобы в каждом каталоге он у тебя удестерялся, чтобы в твоей команде были такие же позитивные партнеры, желающие, с хочушками, с могушками, как ты, и чтобы у вас у всех все перло, и все было классно. Вот. Молодчина. Так держать. Ну, помните, что до конца каталога еще, по-моему, у нас 5 дней, до 5 с половиной, да, еще, ну, еще можно работать и работать. Я вас благодарю всех за внимание, вы очень, ваша потрясающая аудитория, я хотела бы еще говорить и говорить, но мне кажется, уже на сегодня я вам все рассказала, что нужно. Я вам желаю мощного, да, мощного, мощного рекрутинга, мощных результатов. Реализуйте свой потенциал. Давайте на пятнашку, конечно, Жужа, круто будет, круто. Все, всем пока, спокойной ночи, сладких снов. До встречи. Пока.